Встреча с пациентами Встреча с пациентами Встреча с пациентами Сейчас, возможно, социофобушки из моей группы смотрят и, возможно, берут пример. Итак, план у нас сегодня… Есть два плана. Есть план минимальный и есть план максимальный. Минимальный план – это просто вас познакомить с транстеоретической теорией изменений. А план максимум – это чтобы мы с вами попробовали навыки. То есть чтобы вы не просто узнали, что это такое, а чтобы вы попробовали на практике те знания, о которых мы сегодня расскажем. Поэтому большая просьба к вам на протяжении такой теоретической части все время вспоминайте примеры клиентов, которые попадаются вам в практике, в медицинской, психологической практике, на разных этапах. Мы прям будем описывать этапы изменений, а вы вспоминайте конкретных, может быть, людей, кто олицетворяет этот данный этап. Я бы немного хотел познакомиться с теми, кто здесь присутствует. Каких специальностей тут специалисты собрались? Так, я вижу точно психологов. Так, кто есть еще здесь? Неврологи, отлично. Еще? Психиатры, как? Гематологи, супер. Аллергологи, отлично. Пульмонологи, супер. О, меня стало лучше слышно. Так. СММ, супер. Отлично, отлично. Так, еще? Буддист. Так, еще? Есть ли еще какие-то разновидности? Терапевты. Супер. И еще, может быть, ну и операторы. Психиатры, да. Так, окей. Инга, можно дальше. В общем, много таких мотивационных тренеров, тренеров по изменениям. И вообще люди, которые занимаются изменением других людей, очень часто в конечном итоге их месседж звучит так. Типа, делай, как надо делать, и не делай, как не надо делать. Вот. И это хорошо позволяет зарядиться мотивацией обычно, но очень редко, и это научно не доказанные обычно советы, эти изменения доходят до конца, до стадии сохранения изменений. Можно дальше. Вот, поэтому очень важно понимать, да, что вокруг нас, многие от нас требуют изменений. Мы сами от себя требуем изменений многих в сфер нашей жизни. Вот. Но никто никогда нас не учил науке изменений. Как это происходит? Через какие этапы нужно пробираться? Что вам встретится на пути? Как с этими препятствиями важно работать? Этому посвятили свою жизнь три крутых ученых. Это Джеймс Прохаско, Карло Ди Клименте и Джон Норкерс. Пока я искал эти фотографии, я понял, что чем круче ты ученый, тем хуже и твои фотографии в интернете. То есть они в очень плохом качестве, они откуда-то там. Ну, в общем, можно дальше. Немножко расскажу кратенько буквально историю. Это очень трогательная история, как эта теория появилась. Джеймс Прохаско родился в семье, в которой отец злоупотреблял алкоголем. Это была огромная проблема для их семьи, для всех окружающих. И на тот момент не было научно доказанных способов помочь. И отец очень часто сопротивлялся, саботировал все попытки измениться. И всю семью пронизало бессилие абсолютное и беспомощность, чтобы отец бросил пить. И Джеймс поступил на клинического психолога, начал очень тщательно изучать различные методы психотерапии, различные методы избавления от алкогольной зависимости, от других зависимостей и так далее. И он очень был разочарован существующими на тот момент программами, потому что они помогали очень незначительному количеству людей. И большая часть людей так и останавливалась страдать от зависимости и сами, и самое главное, что члены их семей. Но, в общем, проделав огромную работу, эти три ученых, они проанализировали разные подходы в психотерапии и выделили основные инструменты, с помощью которых люди меняются. И это получается, вот есть разные направления в психотерапии, а транстеортическая модель изменений, она как бы мета-теория такая, она как бы стоит над всеми другими психотерапевтическими подходами. И из-за своей логичной стройности, из-за своей научной доказанности, эта теория начала распространяться, и она на данный момент все больше и больше завоевывает сердец специалистов, потому что она применима максимально, в максимальных количествах сфер нашей жизни, и они универсальны, эти правила. Можно дальше. Вот, кратенько буквально про исследование, да, что мы не будем, с Антоном мы так решили немножко дерзко поступить, и как бы опираясь на какое-то уважение от вас, не застревать на этом этапе, и идти, ну, типа, все эти мета-анализы показывать, рассказывать, что все это работает. В конце мы дадим вам ссылку на литературу, вы можете ознакомиться с этим сами, да, а мы себе позволим дерзость не останавливаться подробно на этом этапе. Дальше. Вот, и обращу ваше внимание только на то, что уже есть мета-анализы, то есть это научные статьи, которые собирают множество других статей и анализируют, делают выводы. И вот один из мета-анализов говорит о том, что знание стадий надежно предсказывает результаты психотерапии. Вот. Дальше. Здесь исследование было посвящено курению, и, соответственно, исследования показали, что переход к каждому следующему этапу увеличивает в два раза вероятность того, что изменения будут долгосрочными. Из этого следует, что наша главная задача от одного этапа перейти к другому. Вот. Еще важно, почему эту теорию знать, потому что это позволяет нам концентрировать свои усилия не напрасно, потому что очень часто наши клиенты и пациенты приходят не готовыми к тому, чтобы действовать. А нас чаще всего учат тому, что нужно сделать уже с людьми, которые готовы что-то менять в своей жизни. Поэтому многие специалисты, помогающие профессии, перегорают эмоционально, потому что они видят, что их усилия не оправдываются. Поэтому основные понятия теории, что нужно знать самое главное. Итак, пять стадий изменений. Стадия предобдумывания, стадия обдумывания, подготовки, действия и сохранения. Или по-русски, может дальше. Мне очень нравится, как переформулировал белорусский коллега, забыл, как его зовут. Очень понятные этапы. Осознание проблемы, потом подготовка, формирование мотивации, потом подготовка, планирование изменений, осуществление изменений и закрепление изменений. Итак, то есть стадии изменений. Есть еще 10 универсальных процессов изменений. То есть это видимые и невидимые действия, которые человек предпринимает для того, чтобы измениться. Вот это как раз то, что Джеймс Пархаско сформулировал, вот эти универсальные процессы. Вот, 10 из них. Повышение осознанности. То есть это когда мы больше информации получаем о проблеме. Мы понимаем, откуда она и как ее решить. Какие специалисты в этом могут помочь. И так далее. Социальное освобождение. То есть это формирование вокруг себя мира, окружения, где встречаются либо препятствия для проблемного поведения, либо наоборот окружение способствует тому, чтобы осуществлялось, в общем-то, здоровое поведение. Такие, как, например, зоны для курения. То есть сейчас очень много, где нельзя курить. И люди, которые до сих пор курят, они сталкиваются с большим количеством проблем, где бы покурить. И это действительно немного, с каждым разом их мотивацию курить снижает. Вот это называется социальное освобождение. Эмоциональное пробуждение. Это когда вы смотрите фильмы какие-то, которые играют на ваших эмоциях. То есть, допустим, различные фильмы, где про изменение героя, когда он там сталкивается с проблемами, меняет себя, да, и потом, в общем, все счастливы, здоровы и так далее. То есть это эмоциональное. Это может быть история успеха какая-то. Это может быть какой-то провал, очень жесткий, жестокий, после чего ваше отношение к проблеме может поменяться. Следующее – это переоценка «я». Это когда человек начинает менять собственное представление о себе вместе с проблемой, да, то есть как эта проблема влияет на его самооценку и так далее. И как изменится его самооценка, когда он изменится, да, что может поменяться. И следующее – переоценка окружения. То есть это оценка того, как мое проблемное поведение может мешать окружающим меня людям. Принятие обязательств – это такое неочевидное, но крайне важный момент. Есть вот некоторая мотивация и некоторое такое «хочу», да, «я хочу измениться». Но как только мы берем на себя обязательства меняться, вероятность того, что мы действительно привнесем в свою жизнь изменения, возрастает значительно. Вот. И это очень забавный момент в, допустим, психотерапии. Я думаю, много примеров именно из этой области буду приводить. Когда мы с человеком работаем, работаем, и вот приходит момент, когда обязательства, да, взять, вот в этот момент и проверяется, что человек уже готов начать действовать, да, или он еще не готов действовать. вот, потому что многих людей реально пугает взять на себя обязательства. Многих людей, допустим, пугает заявить в соцсетях о том, что я собираюсь что-то сделать, потому что тогда люди, некоторые могут отслеживать, вот, и ты как бы взял на себя обязательства, и потом очень стыдно встретиться с тем, что ты провалился. Вот. Но об этом мы будем дальше говорить, что в этом случае делать. Итак, контробуславливание – это такой хитрый термин, который говорит о том, обозначает поведение, которое несовместимо с проблемным поведением. То есть нужно сформировать, сформулировать конкретное здоровое поведение, ну, или правильное, желательное, целевое поведение, как хотите назвать. Вот. Контроль стимулов, то есть это в процессе одной стадии мы очень четко замечаем, какие стимулы заставляют нас действовать тем или иным способом. Что заставляет нас пропустить тренировку, что заставляет нас меньше времени со своими детьми проводить и так далее. Вот это стимулы, да. И эти стимулы важно контролировать, важно их учитывать и планировать, если это стимулы, которые вас приводят к тому, что вы сорветесь, допустим. Важно их избегать. Вот. Подкрепление – это вознаграждение самого себя и вознаграждение вас, как другими людьми. Крайне важная штука. Поддерживающие отношения. Очень часто этим пренебрегают, берутся за дело, берутся за изменения, не заручившись поддержкой другими людьми. И на самом деле вот эти поддерживающие отношения, это в долгосрочной перспективе, это один из ключевых факторов. То есть мы в одиночку можем неделю, месяц продержаться, но потом можем сталкиваться с огромным количеством проблем и в одиночку уже будет справиться крайне сложно. Вот. Это самый главный слайд. Мы к нему будем возвращаться многократно. Это как раз взаимосвязь между стадиями изменения и процессами. Обратите внимание, что на разных стадиях важны те или иные процессы. И несоблюдение вот этих процессов определенной стадии может привести на самом деле к очередному срыву. Вот. Об этом дальше будет тоже разговор. Угу. Вот. И, соответственно, ключ к успеху в изменении поведения это соответствие процессам изменений, соответствию, которые соответствуют стадиям изменения. То есть на каждой определенной стадии изменений важно использовать, да, и направлять ваши усилия. Если вы самоизменением занимаетесь, вы эти усилия прилагаете, да, и если вы со специалистом, чтобы, если вы с кем-то работаете, чтобы ваши усилия туда же направлялись. И катализаторы. Еще такой термин введем. Катализаторы – это такой взятый из химии термин, что это определенные такие техники, наверное, психологические различные, которые ускоряют этот процесс изменения. То есть на определенной стадии, в определенный момент, в который процесс происходит, во время этого процесса есть определенные техники. То есть процессы – это общее название, а катализаторы – это конкретные действия. И лучше, конечно, там было написано, лучше, конечно, использовать научно доказанные различные техники. Итак, модель изменений. Она прошла такую эволюцию. Сначала модель изменений была линейная. То есть из точки А, где плохо, ты переходишь в точку Б, где хорошо. Есть определенные этапы. ты начинаешь, заканчиваешь, и если ты не закончил, проблема в тебе, потому что, значит, твоя сила воли очень плохая, ты неудачник и так далее. И очень многие программы по изменению прошлого, да, они именно были такими линейными. потом в ходе исследований, в ходе практики изменений стало ясно, что, кажется, люди не один раз пробуют, да, они пробуют и пробуют эти изменить, ну, свое поведение, свою жизнь и так далее. И в ходе этого появилась такая циклическая модель. То есть, человек заходит в круг, такой-то цикл изменений, потом, рано или поздно, и это большая вероятность того, что он сорвется и прервет эти изменения и потом, как бы, заново начинает. Но такая модель тоже не оправдала себя, потому что, попробовав измениться раз, вы уже приобрели определенный опыт изменений. И в следующий раз вам будет чуточку проще эти изменения пройти. Например, вы пошли в зал, купили форму и не дошли до зала. В следующий раз у вас уже куплена форма. Вам проще до зала дойти. Купили абонемент, да, и не пошли до зала. Или на одну тренировку пошли, потом бросили. В следующий раз, когда вы подумаете, у вас уже купленный на год этот абонемент обычно, за 13 тысяч его покупают, типа, я буду ходить. Вот. Но это уже в следующий раз уже сильно проще, поэтому сделали такую спираль. Представьте себе, да, спираль, что вы начинаете и потихонечку вверх. И вы можете на каждой стадии изменений, вы можете сорваться на стадию ниже, на одну, на две, можете на самое начало, но в любом случае ваш опыт уже в следующий раз поможет вам взобраться по этой спирали гораздо быстрее, может быть, и изменения, вероятность того, что вы перейдете на следующую стадию изменений более высока. Это, наверное, самая красивая картинка, которую я нашел. Она, мне кажется, тоже плохо изображает то, что происходит, но в целом неплохая. Итак, чуть-чуть конкретнее про каждую стадию. Необходимо сначала диагностировать, на какой стадии находится ваш клиент, пациент или вы сами. Дальше, Инга, можно. Итак, давайте попробуем, вы попробуете вспомнить любую сферу жизни, на которую вы сами. Давайте сначала эту теорию через себя пропустим, а потом еще про клиентов будем думать. любую сферу жизни, где вы попробовали что-то менять в прошлом или прямо сейчас, о чем вы думаете, что было бы хорошо изменить. Валя, еще несколько секунд дам. Дальше. И, соответственно, несколько вопросов, которые позволяют понять, на какой стадии изменений вы находитесь. Это вообще, понимаете ли, что есть некоторая проблема, которую нужно изменить. Если вы признаете эту проблему, значит, вы на стадии формирования мотивации. То есть, да, проблема есть, ее надо решать. Если, да, то когда, следующий вопрос, когда вы собираетесь менять ситуацию, заниматься проблемой. если когда-нибудь, то, да, это стадия формирования мотивации, когда-нибудь. Надо менять, не надо, не знаю, это очень дорого и так далее. Вот. В ближайшие несколько месяцев это этап планирования, то есть, вы уже еще более серьезно настроены, и вы уже подумайте, как строить это изменение в свою жизнь, когда это начать и так далее, кому обратиться. Вот. Вот очень часто я замечал, что клиенты ко мне доходят где-то вот как раз через полгода, когда меня рекомендовали кому-то, да, через полгода, вот люди созревают. Если вы хотите меняться прямо сейчас, то это этап действий. А если нет, то зачем мы сейчас об этом говорим? И тут два варианта. Первый, либо вы еще не понимаете, что это проблема, да, для вас, и, возможно, это и правда для вас не проблема, проблема для окружающих. Вот. Либо вы уже осуществили изменения, вы пытаетесь сейчас сохранить. Итак, первая стадия осознания проблемы. Вот. Это стадия, когда, можно дальше. Вот. Очень классная здесь такая слова, да. Проблема не в том, что вы не знаете, как решить проблему, а в том, что вы не считаете это проблемой, и все. То есть, это очень такая хорошо объясняющая эту стадию эти слова. Обратите внимание, да, на этой стадии какие процессы изменений лучше всего работают. Это повышение осознанности и социальное освобождение. Может дальше. Вот. И конкретные катализаторы, которые на этой стадии работают. Это прямой совет специалиста. Вам нужно бросить курить. наблюдение. Это когда вы наблюдаете за жизнью других, за какими-то героями, за своей жизнью и так далее. Это различные средства массовой информации, YouTube, телевизор, газеты, листовки, не знаю, конференции какие-то и так далее. И различный зал для некурящих, вы узнаете, что какие-то есть залы и так далее. И различные группы по самопомощи. Это не весь перечень, который работает. Это примеры конкретных средств. Можно дальше. Это такие картиночки для запоминания. Есть специально сейчас социальное освобождение, это когда есть специальные места для курящих, их не так много. Это каждый раз напоминание. Мне кажется, это в первый раз работает, а потом уже просто в мем превращается, как вот эти картинки на пачках сигарет. Но все же, это чуть-чуть каждый раз действует, капает на мозги. Это первая стадия, когда проблемы нет. Но в какой-то момент наступает такая стадия, когда все-таки вы осознаете, что пора что-то менять. Либо на вас родственники уже надавили, либо клиенты пришли, и так далее. Пора что-то менять. здесь начинается стадия формирования мотивации. Надо ли все-таки менять, прилагать усилия, и когда это начинать. И здесь очень частая ловушка это хроническое размышление. То это фаза, эта стадия может длиться годами. Менять, не менять что-то в своей жизни. Мы можем отвлекаться на все что угодно, можем заниматься другими изменениями. И вот эта фаза может с одной стороны и проблема не решается, и в ходе того, как эта мотивация все еще не сформирована, вы не даете себе конкретный вопрос, стоит или не стоит меняться. Это может как раз таки раз за разом тревожить, это может вас угнетать и так далее. Что блин, надо бы, надо бы, все нормальные люди изменились, я нет, и так далее. Опять та же самая главная картинка. Обратите внимание, на этой стадии присоединяются еще три процесса. Это эмоциональное пробуждение, то есть на этом этапе очень хорошо работают фильмы о какой-то проблемы, книги, ютуб, блоги людей, которые рассказывают о своих проблемах. Я когда про панические атаки допустим ролик готовил, я обратил внимание, как много люди делятся этим проблемами. Сейчас вообще про психические расстройства довольно часто люди делятся, и это повышает вероятность того, что люди вообще узнают, что со мной не так, и узнают, что это вообще решаемо, и вероятность того, что человек пойдет и будет решать эту проблему сильно возрастает. Переоценка окружения, то есть на этом этапе человек смотрит о том, как все-таки влияет на окружение его проблемное поведение, или ему окружение об этом говорит, можно об этом спрашивать и так далее. И переоценка я тоже, то есть а как это влияет на меня, эта проблема? и катализаторы конкретные, например, короткая интервенция, то, что выделено жирным, мы как раз и будем пробовать сегодня. Мотивационное интервью, это довольно сложная такая техника, у нас есть частичная информация про нее, я думаю, что если будет время, мы попробуем, это очень, частично, конечно же, опять же, на этом этапе очень хорошо работают СМИ, очень хорошо работает предварительная формулировка цели, что же я все-таки хочу, очень хорошо отслеживание прогресса, то есть тут скорее не прогресса, а отслеживание того, как вообще проблема проявляется, в какой день, в какие моменты, когда стресс происходит, когда ты с кем-то ссоришься и так далее. Очень хорошо работает техника доводы за и доводы против, и формулировка обязательств тоже очень хорошо работает на этапе формирования мотивации. Я ввел в Google весы, то есть чтобы продемонстрировать, что мотивация это такая сложная на самом деле штука, и задача в том, чтобы не в том, чтобы нагрузить и сформировать, набрать как можно больше доводов за, не только в этом, но важно еще и собрать все доводы против того, чтобы меняться. Это крайне важно. Если мы их не будем учитывать, и не будем вот это вот, обычно как раз распределяется доводы против того, чтобы меняться, и маленькая полочка для того, чтобы меняться. Поэтому наша задача на этом этапе прямо раскачать вот эту мотивацию, меняться, не меняться, то есть эмоционально, чтобы включиться. Вот, классные весы, тюмень, ладно, дальше. Итак, пройдя стадию формирования мотивации, мы переходим на этап планирования. и это один из самых нудных этапов на самом деле, и большой соблазн проскочить его. Это очень часто мы делаем. Как в прошлый раз, ну ладно, не важно. То есть, если вы плохо подготовились, да, вы, не знать, что вы не подготовились, вы просто подготовились к провалу, и все. Итак, смотрите, здесь планирование, здесь уже отходит на второй план, да, повышение осознанности, вы в большей степени знаете, в чем проблема. Социальное освобождение тоже уходит на второй план. Здесь все еще работает эмоциональное пробуждение. Здесь все еще, да, переоценка окружения и я, и принятие обязательств. Вот здесь оно прямо включается принятие обязательств. Итак, мы окончательно формируем цель, без цели непонятно вообще куда идти, надо что-то менять, но чтобы не менять непонятно. Очень прикольная штука здесь функциональный анализ, то есть мы очень конкретно замеряем поведение, которое нужно менять, в какой ситуации оно происходит, что происходит, да, что я делаю и какой результат, в какую функцию это поведение осуществляет. Отслеживаем успехи. Обратите внимание, здесь мы можем собирать свою команду по изменениям. Это как раз вот про близкое окружение и поддержку. Здесь действительно можно собрать людей, которые будут на вашей стороне. это не обязательно много людей, это несколько человек, которым вы намеренно говорите, что послушай, дорогая, допустим, если жене говоришь, я собрался допустим ходить в спортзал, из-за этого мы меньше будем времени вместе проводить, но зато я буду здоровее. И пожалуйста, поддерживай меня в этом. И кроме этого, кроме просьбы в поддержке, мы еще говорим о том, какая именно поддержка нужна. потому что люди близкие, они могут начать советы давать, а вдруг вам не нужны советы в этот момент. Они могут просто выслушивать, а вам совет нужен. Они могут что-нибудь еще не то делать, а вам просто денег нужно помочь и все. Типа, зачем вы нам? Ну, типа, я знаю, что делать, мне нужно просто денег и все. Ну, например, на психотерапию. Вот. И обращаю ваше внимание, что помимо того, чтобы собрать команду по изменениям, здесь можно еще немножко сократить свой круг общения и исключить оттуда, насколько это можно мягко и иногда не мягко, тех людей, которые будут саботировать ваши изменения, которые будут над вами смеяться, которые будут обесценивать все ваши усилия, которые будут сопротивляться и говорить, что, ну, может, сегодня не надо в спортзал идти, может, потом как-нибудь. и здесь мы окончательно формулируем это обязательство и буквально подписываем его. Я, Шабалин Евгений Юрьевич, обязуюсь целый год ходить в спортзал минимум раз в неделю, а лучше больше, но минимум раз в неделю. Итак, и итогом этой стадии это план действий. Может, дальше. Вот, видите этих счастливых людей, которые прыгнули с парашюта. Почему они счастливые? Потому что они запланировали, да, они приготовили парашют до прыжка. И каждый раз вспоминайте эту картинку, когда вы будете либо сами меняться, либо будете способствовать, чтобы изменился другой человек, что если вы не составили план, как меняться, когда меняться, что я буду конкретно делать, откуда я возьму деньги, в какой день и так далее. Без этого всего можно сказать, что вы прыгнули и в процессе начали складывать парашют. И это очень опасно. Итак, Антон подготовил очень прикольную памятку. Это в конце вы тоже получите, да, на Яндекс.Диске будет. Конкретный чек-лист, что можно с клиентом обсудить или с самим собой прописать, что важно включить в план, план действий. Итак, план готов. Переходим на четвертую стадию, стадию осуществления изменений или стадия действий. И Эдисон очень хорошо сформулировал, что 99% успеха это труд. Типа реально нужно что-то делать, не то же ли, как говорить о том, чтобы хочу. И обратите внимание к красненькой линии, что это прям такой водораздел. Это крайне важно понимать, что на этапе действий, на этапе осуществления изменений большая часть прошлых техник, например, сознавание проблемы, она может только ухудшить. Она может сбить вас с пути, ну или вашего клиента. То есть здесь уже думать заново не нужно, здесь нужно делать. И это такой, мне кажется, очень прикольный еще такой водораздел между психоанализом и бихевиоризмом, где основной упор на инсайт и там основной упор на действие. Но как я уже сказал, что транстеоретическая модель изменения это такая надстроечка, мета-теория, которая объединяет все самое лучшее. И катализаторы, которые работают здесь. Это награда. То есть действительно нужно поощрять себя и ожидать, просить поощрений от других людей. например, от команды, которую вы собрали. Я помню, когда только начинал в зал ходить, там огромное количество поддержки я получил. Я прям не ожидал, что столько людей вообще кому-то интересна моя жизнь. второй катализатор. Кстати, про награду. Очень интересно, когда с людьми говоришь про награждение самого себя, люди вообще многие теряются. Люди не знают, как себя поощрить. Поэтому это такой прям иногда уходит минимум одна консультация на то, чтобы понять даже, а как вы можете самого себя наградить. Окей. И дальше здоровая альтернатива проблемному поведению. То есть важно сформулировать конкретно, что нужно делать вместо, допустим, курения. Что вы будете делать? Все пошли на перерыв покурить. В этот момент что вы делаете? Может заскучать очень сильно, затревожиться и так далее. И вот такие хорошо зарекомендовавшие себя научно доказанные способы, чтобы здорового поведения. Сейчас я не буду в деталях уходить. Здесь хорошо работает вместо мотивации очень хорошо начинает работать руководство с собой. То есть вместо того, чтобы вновь анализировать, зачем мне это сделать, важно просто говорить, внутренние команды себе давать. Да, типа сделай это, выпей сейчас эту таблетку. Погладь штаны. То есть конкретные, то есть указания себе давай. Были исследования, которые показывали, что у спортсменов это очень хорошо работает. именно внутренние команды вместо как раз мотивации. Итак, контроль над окружением. То есть мы начинаем очень строго следить за тем, допустим, куда вы ходите, с кем вы общаетесь и так далее, чтобы не сорваться. Итак, помогающие взаимоотношения в этот момент начинают очень хорошо свою функцию выполнять. и здесь в большей степени смотрите в скобочках я обратил внимание, что вы в большей степени получаете здесь на этом этапе. И отслеживание прогресса, различные трекеры, они здесь просто превосходно работают. Скачивайте на телефон, мне больше всего нравится, когда ты распечатываешь прямо и там зачеркиваешь карандашом, фломастером, максимально круто работает. В гости к тебе кто-нибудь приходит и такой ой, а что это такое на холодильнике? И ты такой рассказываешь и все такие вау! В общем, а что там в телефоне в своем что ты там тыкаешь? Опять херней какими занимаешься. Опять, наверное, в инстаграм смотришь, а тут прямо видно все. Так что распечатывайте. Итак, дальше. Вот это мы с Антоном такие молодцы на этапе действий справа, слева. Это приложение у Антона. Тут показывается, сколько дней он уже не курит, сколько он денег сэкономил. Я стрелял всегда. Антон сэкономил шесть дней жизни. Представьте, шесть дней жизни. Офигеть. Вот. А слева я сегодня тренеру, да, тренер, возможно, будет тоже смотреть трансляцию. то есть я себе поставил цель год тренировок еженедельных, да, вот 45-я неделя сегодня закончилась. Следующая 46-я будет. Вот, я его уговорил сегодня сфоткаться со мной. Вот, можно дальше. Итак, на стадии действий важно понимать, что вероятнее всего огромное количество процентов того, что вы сорветесь или сорвется ваш клиент. Огромное количество вероятности. поэтому можно дальше. Вот так, например, диеты. При соблюдении диеты человек может правда сорваться. То есть это практически закономерная штука. Если вы начинаете диету, то вероятнее всего будет срыв. Вот, это, наверное, очень такая популярная фраза. Можно дальше. Итак, обратите внимание, что страх рецидив, важно различать срыв и рецидив. То есть срыв, это когда вы запнулись и дальше пошли. А рецидив, это когда вы упали, лежите в луже и думаете, стоит ли что-то с этой ситуацией делать или нет. Это важно различать. И наша задача, понимая процесс, что срыв практически гарантирован, наша цель, что как можно быстрее вернуться после срыва вернуться к целевому поведению. Можно дальше. Я думаю, здесь понятно. Какие катализаторы работают во время срыва? Это избегать триггеров высокого риска. Мы с одной из клиентов говоря про такую влюбленность очень сильную. Все равно говорили в метафоре алкогольной зависимости. Не ходи по улице, на которой красное и белое расположены. Не ходи, не встречайся с этим человеком. Не находись в одном месте. Тренироваться, действительно, до срыва тренироваться, говорить нет. Буквально вы с пациентом, с клиентом можете проговаривать. Вы можете на сеансе это делать и можете это попросить, чтобы клиент делал со своей группой поддержки. Я неоднократно слышал от знакомых, которые, допустим, бросали, переставали есть мясо, с каким количеством настойчивых советов, ну съешь хотя бы кусочек, им приходилось сталкиваться и это просто невероятное количество раз. И если не натренировать, как отказывать без агрессии, не взрываться вспышкой, ну скажешь, ну так ты мясо не ешь, вот такой нервный какой-то стал. Понятное дело, вот как отказывать очень ассертивно. Итак, очень часто будет такой порыв бросить все, остановиться, да нафиг мне это все нужно. И там тоже есть определенный списочек, что можно сделать, чтобы не сорваться. Например, просто подышать, вот какое-то время просто остановиться и ничего не делать. И это тоже работает. Ну и там еще много всяких разных других есть. Итак, как сформулировать, как конструктивно реагировать на срыв, потому что можно деструктивно среагировать, например, начать себя обвинять, говорить, что все, я таки думал, все кончено, я просто ничтожество, все могут, а я нет. Подготовиться к следующему срыву, то есть если срыв неизбежен, то очень хорошо к нему подготовиться. Это не значит, что мы будем что-то специально делать, чтобы сорваться. Нет, мы будем знать, что делать, когда сорвемся. и мобилизуете свою команду изменений. Итак, ну вот, например, план поддержки во время срыва. О чем думать в этот момент вместо, допустим, автоматических негативных мыслей? Что лучше чувствовать вместо чувства вины? Что делать мне конкретно, если я сорвался? И к кому я могу обратиться, если мне очень тяжело вернуться, допустим, к своей группе поддержки или к специалисту, к которому выходили? Итак, пятая стадия это закрепление изменений. Вы столкнулись со множеством срывов или каким-то количеством, вы их научились преодолевать и спустя какое-то время, 2-3 месяца, вы уже на стадии закрепления изменений. Ваш образ жизни уже изменился, но в этот момент очень такая шаткая штука, вы очень счастливы, вы очень довольны собой, что вы изменились, что вы изменили, какой-то в свою жизнь, но у вас еще остается этот страх, что вы сорветесь и что вернется все как раньше. Вот, это такая для буддистов. То есть, если мы уже повернули туда, куда нужно, нужно просто следовать дальше. Итак, работает все то же самое, что на этапе осуществления изменений. Да, можно дальше. Но все те же самые трекеры хорошо работают. Награда. Но в этот момент обратите внимание, что награда здесь уже не работает как на прошлой стадии. Здесь лучше будет работать внезапная награда. Если на прошлой стадии лучше после каждого небольшого шажочка себя подкреплять, то здесь такое подкрепление уже плохо работает. И работает награда, которая внезапная. также вы можете договориться с этой группой поддержки, чтобы они спрашивали вас периодически, ну что там, как дела с залом, как дела с курением. Все получается, они такие раз, конфетку. На самом деле не конфетку, а именно награда, которая сопоставима с тем, сколько усилий вы прилагаете. Та же самая здоровая альтернатива проблемному поведению, руководство собой, контроль над окружением. И вот смотрите, контроль над окружением. Если на прошлой стадии мы избегали магазинов, где продается алкоголь, то на этой стадии лучше потихонечку уже в такие проблемные места ходить, отказывать. Типа если ходить в бар с друзьями, но пить безалкогольный напиток, и при этом отказываться, уметь находиться в этом месте, уметь выдерживать это напряжение, такие позывы лимбической системы, ну давай, ну давай, ну чуть-чуть, один раз, никто не заметит. И помогающие взаимоотношения. Здесь очень хорошо начинает работать, когда вы уже кому-то другому помогаете пройти тот же путь. И тем самым вы еще раз помогаете себе и еще другим людям. вы ощущаете, что вы прям ценны. Вот. И обращаю ваше внимание, самоизменения или другие изменения, это такой не порыв, не взрыв какой-то, это планомерный такой процесс, это марафон. Лучше всего с марафоном это сравнивать, потому что если будут неверные представления об изменениях, то очень часто вот эта мотивация очень быстро уйдет и вы плохо подготовитесь. Да. В общем, я закончил свою часть, Антон сейчас самое интересное расскажет. Приятно тебя уже не слушать, что я уже и забыл, что я что-то там должен был рассказывать. В общем, мы с вами продолжаем и сейчас мы переходим к чуть более практико ориентированной части и поговорим о том, как взаимодействовать с пациентами, которые приходят к вам на прием и они находятся на разных стадиях, которые упоминал Женя, и мы поговорим о том, какие есть техники и как их осуществлять, когда вы сталкиваетесь с пациентами на разных стадиях. Пожалуйста. Собственно, первая стадия, первая стадия, точнее, нулевая стадия, справедливее ее назвать, это предобдумывание или полное отсутствие понимания проблем. У меня нет проблем с моим курением, у меня нет проблем с моим сидячим образом жизни, у меня нет проблем с тем, что я не ем овощи и что угодно другое. И первое, что можно сделать, это, собственно, дать на этой стадии человеку прямой совет. Почему прямой совет работает? Потому что обычно пациент и врач, они встречаются друг с другом в той точке времени и пространства, когда игнорировать проблему уже невозможно. пациент уже пришел к врачу с какой-то проблемой, с жалобами на какое-то состояние. Он уже, в общем-то, подвержен некоторым образом влиянию человека, влиянию авторитету белого халата. Ну, в общем, врач на приеме действительно может своим советом повлиять на пациента. И сейчас мы с вами будем учиться, как давать этот правильный, как давать прямой совет, скажем так, как это делать наиболее эффективно. И, соответственно, если вы внедрите практику прямого совета и попрактикуетесь в ней, то вы, в общем-то, как мне думается, повлияете на позитивное улучшение многих своих пациентов в том смысле, что передвините их со стадии предобдумывания на стадию уже осознания проблемы и обдумывания дальнейших решений. Дальше. Собственно, структура прямого совета. Первое, что начинается, первое, с чего мы начинаем, это мы просто предоставляем прямую, четкую, обратную связь. Мы описываем взаимосвязь текущего заболевания. Допустим, говорить на примере курения. Допустим, человек пришел, ну, вот, пульмонологи, ну, допустим, с астмой. Окей? И человек пришел с астмой и он при этом курит. Бывали такие эпизоды в практике? Это не вымышленное? Это, это, это же за, я правильно понимаю? Окей. Собственно, человек с астмой и он курит. И в этот момент вы ему можете сказать, что вот, вы знаете, этот бронхит это прямое следствие вашего курения. Двигаемся далее. Далее, когда вы высказываете прямой совет, вы высказываете ему свою обеспокоенность, что меня, как вашего лечащего врача, беспокоит ваше поведение, беспокоит ваше курение и то, как это влияет на ваше состояние. Далее, вы, если у вас есть такая возможность, вы приводите пациенту какие-то исследования, данные объективные, которые указывают ему на то, что, ну вот, вы знаете, исследования показывают, что если человек с астмой продолжает курить, то заболевание прогрессирует, это приводит к хронической обструктивной болезни легких, там в среднем в два раза быстрее там развиваются заболевания, приступы более частые и более сердитые. Ну, в общем, приводите какие-то объективные данные, которые вы, ну, которыми вы владеете. Вот. И что будет с ним дальше происходить? Ваша задача здесь просто вывалить на человека факты, как бы правду, матку, как она есть. Далее мы подчеркиваем, вот в этот момент, конечно же, пациент может начать напрягаться, когда он слышит вот такие вот, так сказать, неприятные для себя вещи. Очень важно здесь подчеркнуть, что в любом случае решение остается за вами. Я никоим образом на вас не давлю. И моя задача просто донести до вас эту информацию, потому что проблема может быть не в том, что пациент вас не услышит физически, а в том, что он не пропустит ваши слова, скажем так, через свое сознание. А если вот он будет испытывать в этот момент какое-то сопротивление, раздражение, если вы будете его напрягать своими высказываниями, то он, конечно же, не прислушается к тому, что вы ему говорите. И мы таким образом, как бы вот, предоставляя ответственность человеку и говоря ему о том, что мы здесь на него не давим, мы как бы снижаем градус сопротивления с его стороны. Далее. Мы выражаем ему поддержку и говорим, что вот, если вам нужна какая-то информация, я готов вам помочь и вообще расскажите, что вы по этому поводу думаете. То есть здесь возможны, в общем-то, наверное, три варианта. Первый вариант это пациент отнесется к этому в штыки, воспримет ваши слова негативно, он ничего не готов делать, он там слышал это тысячу раз и пожалуйста, ну как бы не надо меня сейчас напрягать своими ужасами, дорогой врач. И в этот момент вы говорите, окей, я, да, собственно, вот можно следующий слайд, вот это пример прямого совета. Как бы по данным лабораторных исследований у вас вот этот вот облитерирующий НД, НДР, вот это заболевание напрямую связано с курением и как ваш врач я обеспокоен тем, сколько вы курите и как это может повлиять на ваше здоровье. Курение это основной фактор для развития этого заболевания вплоть до ампутации конечностей. По статистике, если человек продолжает курить, то вероятность успешного лечения минимальна и болезнь будет прогрессировать. Предлагаю вам подумать об отказе от курения, но в любом случае это полностью ваше решение. Если вам нужна какая-то информация по тому, как отказаться от никотина, я готов вам помочь. Что думаете по этому поводу? Обсуждали на предыдущих слайдах. Они в общем-то соединены в этом одном высказывании. И прямой совет это фактически это совет. Но как видите он такой многокомпонентный, многосоставной, со ссылками на какие-то исследования и с такой медицинской авторитетностью. Так вот, после того, как вы дали человеку прямой совет, возможны три варианта. Первый вариант это пациент наотрез откажется вас слушать, ему это неинтересно. Вы в этот момент говорите, что вы знаете, моя цель ни в коем случае не давить на вас, а просто предоставлять вам информацию. И я просто поделился с вами обеспокоенностью, я уважаю вашу точку зрения и если вы пожелаете об этом поговорить, то мои двери для вас всегда открыты. Но пока что, конечно, я просто оставляю это как есть. Второй вариант это возможно пациент выразит хоть какую-то заинтересованность в этом, но без готовности прямо сейчас что-то менять. мне интересно, что вы мне можете предложить. И пациент допустим проявил интерес, но не такой, чтобы прям вот очень сильный. Тогда мы предоставляем ему источники информации и поговорим с ним о его мотивации. И следующий вариант это клиент, это конечно маловероятно, но пациент вот прям загорится глазами, он впервые об этом услышал, да такой, о, черт возьми, да, конечно, нужно срочно что-то менять, давайте прямо сейчас выработаем план действий. Это примерно как частота встречаемости такого ситуации, как, наверное, чистота встречаемости такой ситуации примерно равна частоте встречаемости единорогов, я подозреваю. Так вот, тем не менее, мы тогда можем переходить на стадию подготовки изменения, подготовки к изменениям, об этом мы поговорим чуть далее. Но допустим, пациент после прямого совета выразил заинтересованность и далее можно сказать, что вот вы только что зашли с стадии предобдумывания, шагнули уже на стадию обдумывания, точнее, пациент шагнул и мы можем переходить к следующей технике, которая подходит для стадии обдумывания, это называется короткая интервенция. Далее, пожалуйста. Короткая интервенция, вот если прямой совет это что-то, чтобы предоставить пациенту информацию, это занимает три минуты, то короткая интервенция это что-то, что занимает 10-15 минут вашего приема и это не столько для того, чтобы предоставить пациенту какую-то информацию, а столько для того, чтобы узнать вообще, а что, какое у него у самого видение этой проблемы, видение взаимосвязи своих проблем со своим поведением и если это возможно, то восполнить информационный дефицит и повлиять на его мотивацию за счет того, что мы ему расскажем подробнее про взаимосвязь его заболевания или течение его заболевания с его каким-то образом жизни, с его поведением. Короткая интервенция, далее. Да, собственно, вот она, что самое важное, так это то, что она вот не директивна, вот все вот эти три пункта я вам уже рассказал, но вот первое, что важно отметить, так это то, что короткая интервенция, она не директивна. Если, вот я подозреваю, что вот в нашей культуре сложилось такой стереотип, что врач должен запугивать пациента, рассказать ему про всякие ужасы того, что его ждет и тогда это как-то повлияет на пациента. Я, наверное, это действительно имеет какой-то смысл, это правда может повлиять, то есть у человека возникает такой животный ужас за свое соматическое состояние, он срочно берет, меняет свой образ жизни. Но в то же самое время подобное воздействие на пациента, оно может привести и к тому, что у него возникнет сопротивление. А соответственно, нам, чтобы как бы вот это сопротивление, градус его снизить, нам нужно использовать недирективные техники и короткая интервенция, это как раз способ подтолкнуть человека к изменениям, но делать это без давления и недирективно. Дальше, пожалуйста. Собственно, первое, что мы делаем, это мы спрашиваем у пациента разрешение, готовы ли вы сейчас вот об этой, готовы ли вы сейчас это обсудить. Мы дальше будем двигаться вот на примере гиподинамии. Хотели бы вы поговорить о вашей ежедневной физической активности? Хотите ли вы что-то услышать про последствия сидячего образа жизни? Спросив разрешение, мы двигаемся далее. Пациент, допустим, согласен, ему интересно, он дал свое разрешение. И мы далее, вместо того, чтобы начать ему рассказывать, для начала просто говорим, а что вы вообще сами знаете? Вот, да, что вы об этом думаете? Расскажите про свой текущий уровень физической активности. Может быть, у вас были с этим какие-то проблемы? Возникало ли у вас какое-то беспокойство? Может быть, ваши близкие как-то высказывали? То есть, фактически, если пациент дал свое согласие на то, чтобы об этом с вами поговорить, по всей видимости, он уже так или иначе обдумывает эту проблему. А когда человек обдумывает какой-то свой образ жизни, но еще не начал ничего делать, то это вот на этой стадии, прежде чем как бы толкать его в сторону изменений, нужно просто поговорить с ним об этом. И лучшее, что вы можете сделать с человеком на стадии обдумывания, это предоставить ему пространство для того, чтобы он мог просто вместе с вами, с авторитетным специалистом, который о нем заботится, порассуждать про свой образ жизни. И короткая интервенция, это, в общем-то, и есть та самая возможность для пациента порассуждать со специалистом о том, как у него вообще обстоят дела. Вот. Дальше, пожалуйста. Когда вы с пациентом порассуждали, когда он выразил вам какие-то свои, выразил свое мнение о том, поделился с тем, что он вообще знает об этой проблеме, вы спрашиваете у него, может быть, вы что-то еще хотели бы узнать? То есть, что вы хотите узнать, например, о взаимосвязи сидячего образа жизни? Расскажите. То есть, мы как бы, в каком-то смысле, это, наверное, как техника продаж. Мы проясняем запрос у пациента, что он, как бы, да, прежде чем делать ему предложение, мы проясняем у него запрос. Что конкретно вы хотите знать? Что вас больше всего беспокоит? ну, и, соответственно, вот мы, в общем, все еще здесь сохраняем такую недирективную позицию, а вопрошаем у пациента и спрашиваем, что он хотел бы знать. Далее. И далее, когда, собственно, мы узнали у пациента, что конкретно его интересует, мы уже можем здесь с высоты своего авторитетного мнения, с высоты своего опыта рассказать ему какие-то данные исследования, которые, как нам кажется, будут для него релевантны. И мы можем рассказать. И вот здесь, что важно. Во-первых, важно делать это без осуждения. То есть, мы используем такие обтекаемые формулировки. Мы не говорим то, что вам следует, вы должны, вам необходимо. Мы говорим там, вы знаете, исследования, результаты исследований показывают, что там, не знаю, гиподинамия, это основной там фактор к развитию чего-то там, чего-то там. Или там, опыт нашей клиники показывает, что люди, которые там добились не знаю, начали делать регулярные физические упражнения, у них состояние резко улучшилось по сравнению с теми, кто ничего не делал. Или там, мировой опыт. Ну, то есть, мы как бы ссылаемся на какие-то такие общие формулировки, на условные исследования и мировой опыт для того, чтобы, ну, опять же, не давить на пациента и делать все это без осуждения, без давления. Вот. И при этом тот факт, что мы делаем это без давления, это не значит, что мы относимся к своему пациенту как к хрупкому. Ну, фактически, если мы должны донести до него какую-то информацию, просто факты, мы, в общем-то, факты эти до него и доносим. Мы не скрываем от него правду за мягкими формулировками. Мы говорим ее, просто не осуждая пациента. Вот. И что также важно, так это то, что когда мы доносим до пациента какую-то информацию, связанную с исследованиями, связанную с, там, мировым опытом, клинической практикой, мы, конечно же, стараемся подобрать именно те сведения, которые будут наиболее актуальны и релевантны для него. Ну, допустим, я подозреваю, что беременная женщина захочет узнать про влияние ее образа жизни, ну, связанную, как это влияет на ее беременность. Там человек, там, не знаю, что, какие еще могут быть примеры, когда человек очень хочет именно релевантную для него информацию получить. Ну, например, там, человек с диабетом захочет узнать то, как ожирение влияет на диабет. Ну, в общем, это, мне кажется, и так очевидно. Двигаемся далее. после того, как мы предоставили пациенту информацию из области исследований, из области мировой практики, которая релевантна для него и как-то влияет на его мотивацию, мы, в общем-то, спрашиваем, а что вы сейчас об этом думаете, что это для вас значит, может быть, я могу вам как-то помочь, расскажите, что вы сами об этом думаете. То есть, мы предоставляем пациенту, мы таким образом еще раз подчеркиваем, что пациент является активным, равноправным участником процесса вот этой короткой интервенции. То есть, это не просто, что пациент пришел и сидит, не знает, как уже невежливо хорошо бы уйти, а его тут врач грузит какой-то информацией. Пациент является равноправным участником процесса и сам факт того, что это происходит, это повысит вероятность дальнейшего перехода на следующую стадию. И, допустим, если пациент говорит, что окей, да, спасибо, но вы знаете, я прямо сейчас в течение ближайшего месяца я еще не готов что-то делать, там как-то меняться. Окей, мои двери для вас всегда открыты, я могу предоставить вам такие-то, такие-то источники информации, я могу дать вам контакты, групп поддержки людей с этой проблемой, допустим. Я уверен, что вы, ну, почти наверняка вы, возможно, можете посоветовать своим пациентам какие-то блоги или материалы или книги или брошюры, посвященные той или иной проблематике. И мне кажется, что это нужно активно этим пользоваться. Самое худшее, что может произойти, это то, что пациент возьмет у вас эти, там, не знаю, получит от вас ссылки на какие-нибудь блоги и просто никогда на них не перейдет. Но если он получит возможность знакомиться с этой информацией и он даже начнет это делать, то в какой-то момент это, ну, в общем, как бы это такая бомба замедленного действия, которая будет влиять на его мотивацию и в какой-то момент, возможно, он и перейдет все-таки к планированию. Если сейчас не готов, мы опять же просто предоставляем ему всю информацию, всю возможную помощь, говорим ему, что наши двери открыты и оставляем его, как бы отправляем его в освоясье. Если пациент после короткой интервенции, мы рассматриваем такой оптимистический сценарий, говорит, да, вы знаете, я готов меняться прямо сейчас, давайте мы что-то сделаем, то мы далее переходим уже к планированию изменений. Следующий слайд, пожалуйста. Предложите наметить дальнейшие шаги. Собственно, ну вот это, в общем-то, все ровно то, что я только что и рассказал. Да. Мне кажется, что здесь особо комментировать нечего, кроме того, что, наверное, имеет смысл договориться с пациентом о следующем визите. Как хорошо, что я вам о этом сказал, вы ведь до меня об этом не знали. Двигаемся далее. Да, прежде чем мы перейдем к планированию изменений, еще хочу немножко рассказать вам про вообще вот эту фазу обдумывания. Вы знаете, обдумывание изменений это стадия, на которой очень многие люди находятся в относительно любого своего какого-то образа жизни, любого своего поведения. И короткая интервенция это, конечно же, 15-минутный отрезок времени. Мы, ну, как бы нужно быть реалистами, вряд ли это как-то повлияет сильно на мотивацию человека, если что-то другое на него не влияет. Мы, как бы, не рассчитываем на это. Вообще, для того, чтобы влиять на мотивацию пациента, есть такой масштабный метод психотерапии, который называется мотивационное консультирование. Он, это, ну, просто захотелось немножко вам про него рассказать, просто чтобы вы знали, что это есть и какие у него основные принципы. Дальше, пожалуйста. Собственно, цель мотивационного консультирования заключается в том, чтобы обсуждать с человеком его изменения. Это, в общем-то, есть способ говорить с человеком про его изменения, прояснять у него мотивацию, усиливать у него мотивацию к изменениям, для того, чтобы перейти от обдумывания к планированию и далее к закреплению и сохранению изменений. Вот. Собственно, в ходе мотивационного консультирования специалисты и пациент или специалисты-клиенты, это скорее вотчинопсихологов. Мы обсуждаем с пациентами, какие есть аргументы за и против того, чтобы меняться, какие есть аргументы за и против того, чтобы не меняться, ничего не делать. Вы знаете, меня жена заставила к вам прийти, я сам не очень-то и хочу бросать пить. Ваше право. Как бы, как хотите. Соответственно, оценка также краткосрочных и долгосрочных последствий текущего образа жизни и изменений. В общем, мотивационное консультирование это такой большой, обширный пласт информации. Можно прям целый курс лекций прочитать про мотивационное консультирование. Очень интересная тема, есть целое руководство об этом, о том, как влиять на мотивацию людей к изменениям и как их к этому подталкивать. Далее, пожалуйста. Вот это, например, такая, знаете, демо-версия одной из базовых техник мотивационного консультирования. Ну, вообще, вот анализ аргументов за и против перспективы ничего не менять и перспективы что-то поменять. Это базовая техника и я вот в данном примере привел такой, ну вот, просто чтобы вы понимали, какая логика за этим стоит. Ну вот, на примере курения продолжать курить. За, ну, курение там помогает мне справляться со стрессом, я получаю удовольствие от курения. Это аргументы за то, чтобы продолжать курить. Какие аргументы против? Ну, блин, моя астма прогрессирует, а еще я подаю плохой пример детям. Вот, а еще там на второй этаж поднимаюсь и задыхаюсь, допустим. Прекращать курить. Тоже, какие есть аргументы за? Самочувствие улучшится, станет легче дышать, я там буду с собой гордиться за то, что бросил, самооценка поднимется. Но аргументы против, это то, что мне придется сталкиваться с синдромом отмены, я буду испытывать тягу, мне нельзя будет ее удовлетворить с помощью, собственно, курения, нечем будет заняться в перерывах на работе, все будут выходить в курилку и весело общаться, а я буду оставаться один и мне будет скучно и одиноко. В общем, мы в ходе мотивационного консультирования вместе с клиентом взвешиваем все мотивы и потому что внутри него есть вот это некоторое противоречие в одну и в другую сторону и наша задача все это дело как-то направить все-таки в сторону изменений. Вот, далее. И так, мы переходим к планированию. Что, сейчас мы поговорим о том, что конкретно вы можете сделать, если пациент пришел к вам и вы понимаете, что это человек, который готов меняться, а если он готов меняться, то очень здорово будет, если вы ему поможете, если вы составите вместе с ним какой-то план действий. И, как совершенно справедливо заметил Женя, очень хочется этот этап скипнуть, но этого лучше не делать, потому что план действий это, ну, фактически, мы занимаемся подготовкой к изменениям, наверное, на это уходит некоторое количество сессий, там, в общем, ни одна сессия у нас порой уходит с пациентом, с клиентом на то, чтобы подготовить его к какому-то прыжку с парашютом, потому что его лучше сшить до того, как прыжок произошел. Вот, и мы, конечно же, не, как это, не тешим себя надеждами, что врач будет с пациентом обсуждать его изменения, прям вот уделять этому кучу времени. Понятное дело, что у врача и пациента ограниченное время приема, но, тем не менее, есть даже здесь какие-то вещи, которые вы можете сделать. И, пожалуйста, собственно, да, вот я подготовился к изменениям, это тогда, когда я вот, вот, знаете, подготовка к изменениям, это очень тоже обширный такой пласт информации. А я подготовился к изменениям, я вот попробовал все это дело свести к одному слайду, и фактически подготовка к изменениям означает, что я вот подумал обо всех этих вещах, и я знаю ответы на эти вопросы. Ну, о них мы уже говорили, это про и выводы с прошлых неудач, и про кто меня будет поддерживать, и кто мне может помешать, и как я буду отслеживать прогресс, ради чего я меняю свой образ жизни, то есть понимание личной мотивации, что может привести к срыву, что я буду делать, если сорвусь, как снизить риск срыва, например, если я решил бросить пить, то мне, пожалуй, не стоит идти с друзьями в пятницу в бар, например. Окей. Или, ну, вы знаете, это буквально правда, что там, если я работаю с клиентами порой с наркотической зависимостью, то мы действительно всерьез обсуждаем идею с клиентом, что вы знаете, ну, наверное, стоит заблокировать или удалить номера ваших соупотребителей, потому что это будет что-то, что помешает, что приведет к риску срыва, потому что, ну, и часто так и происходит. Или, например, если человек приходит ко мне с, допустим, цифровой зависимостью, и хочет, вы знаете, я очень много времени, там, по 8 часов в день смотрю ТикТок. Окей, давайте мы с вами это сделаем. Как вы, кстати, относитесь к идее удалить приложение с телефона? И это вызывает буквально очень много негативных эмоций у человека и дается порой не просто, тем не менее, это вот что-то, что мы делаем в рамках планирования изменений. Ну, это так, такие вот как это, очерки из практики. Далее. Что конкретно вы можете сделать для того, чтобы помочь пациенту в условиях, в ограниченных условиях врачебного приема? Спросить, окей, вы готовы, ну, например, добавить в жизнь физической активности, окей, а что конкретно будете делать? Расскажите. Это будут, там, не знаю, это будут поход в бассейн, это будет, там, не знаю, 10 тысяч шагов в день, это будет что-то, ну, то есть, как бы, подтолкнуть пациента к тому, чтобы подумать о конкретике. Как часто вы это будете делать? Или, наоборот, от какого поведения вы намерены отказаться? Например, ну, там, я намерен перестать есть, там, жареное или острое, потому что у меня язва. Вот. Собственно, когда он планирует начать это делать? День отказа выбрать. Вот. И мы также по-прежнему предоставляем ему проверенные и надежные источники информации, предоставляем ему контакты групп поддержки, и мы также говорим пациенту о том, что, вот, вы знаете, вы сейчас планируете изменения, это очень важно, это очень здорово, и я вас категорически в этом приветствую и поддерживаю, но, вы знаете, подготовка к изменениям очень сильно повысит вероятность успеха, поэтому я прошу вас как следует отнестись, ну, серьезно отнестись к этапу подготовки к вашим изменениям, потому что, ну, опять же, там, исследования и мировая практика показывают, что к любым таким изменениям лучше готовится. И здесь вы можете дать пациенту тот чек-лист, про который вот упоминал Женя, мы действительно его составили, он будет в конце, вы получите, вот, в конце будет у нас ссылка на всю литературу, и там вы можете взять этот чек-лист для самостоятельного использования, или давать его клиентам, пациентам, пожалуйста, заполните это дома. и мы на самом деле еще вот только составили его и только вот вам его представляем, но я уже понимаю, что это, что его уже можно доработать на самом деле, этот чек-лист. Мы просто взяли руководство по изменениям, написанное теми авторами, и попробовали свести это к какому-то одному чек-листу. Понятное дело, что это и близко не соотносится с, ну, вот реально в общем это очень как бы просто заполнить этот чек-лист, это очень мало, конечно, относительно того, как можно подготовиться к изменениям, но это уже будет гораздо больше, чем то, как многие пациенты готовятся, ну, многие люди готовятся к своим изменениям. То есть, если они сделают даже такую маленькую вещь, как заполнят этот чек-лист и подумают о всех тех вещах, которые там описаны, то это уже очень сильно и круто их продвинет в их подготовке к изменениям, поэтому я думаю, что это штука, которой стоит пользоваться. Не зря же мы составляли ее с тобой позавчера, правда? Двигаемся... Да. Поэтому пользуйтесь, она вам поможет. Двигаемся далее. Собственно, да, вот он есть. Здесь вот все те пункты, которые перечислял Женя. Дальше, пожалуйста. И вот мы с вами уже поговорили про то, что делать с пациентом, которые не хотят меняться, обдумывают изменения или уже готовы планировать изменения. Но, допустим, к вам пришел человек, который уже красавчик, который уже многое в своей жизни поменял, и он, в общем-то, на этапе активных усилий. Он, ну, пришел к вам на повторный визит. Казалось бы, что тут сделать с его мотивацией? Тут вы тоже можете, как авторитетная фигура, оказать некоторое позитивное воздействие на своего пациента и сделать следующее. Первое, это просто выразить пациенту эмоциональную поддержку, сказать, что он вообще-то молодец и многие люди не доходят до этого, а он молодец, он справился. И это будет очень приятно для человека. Второе, да, и что он на верном пути, это пусть продолжает в том же духе. Второе, вы можете указать пациенту на то, что улучшение в его состоянии или отсутствие ухудшений, это, в общем-то, прямое следствие его личных усилий. То есть, ну, вообще нам всем приятно получать похвалу и подкрепление, особенно от авторитетных людей, например, от нашего лечащего врача. Но если это похвала и подкрепление, поддержка будет еще и конкретна, она будет, ну, да, в общем, сводиться к чему-то конкретному моему поведению, то это прям вот вдохновит очень сильно пациента на то, чтобы и дальше продолжать изменения. Например, там, ну, вот, врач-эндокринолог может сказать своему пациенту, что, вот, вы знаете, там, точечные измерения гликемии показали, что за этот месяц вы действительно следили за своим питанием, начали худеть, и у нас нету никаких сильных заскачков глюкозы вот по вашим измерениям. Я хочу сказать, что вы большой молодец, и если вы будете и дальше продолжать следить за своим питанием, дальше продолжать следить за своим весом, и глюкозой дальше не будет прыгать, как горный козел, то это будет очень хорошо, и весьма вероятно, что ваш диабет дальше не будет носить никаких осложнений, и вы сохраните свое здоровье на долгие годы. То есть, мы таким образом как бы усилия пациента связываем с какими-то конкретными клиническими показателями, которые мы видим, если они позитивные. Вот. Ну, и далее мы, конечно же, сообщаем пациенту о том, что, вы знаете, вообще многие люди, которые уже встали на какой-то путь позитивных изменений, уже изменили свое поведение, они иногда срываются. Это нормально, это бывает. У всех у нас могут быть ситуации, когда умерла кошка, когда конфликт в отношениях, когда проблемы на работе, когда просто тяжелый период, и это стресс, ну, чаще всего именно стресс какой-то жизненный подталкивает людей к срывам, поэтому срыв это нормально, не бойтесь срывов, и если они произойдут, у вас, ну, вот если вы, как бы, оступитесь на этом пути изменений, ничего страшного, просто продолжайте дальше, и важно, ну, не отказываться от своих целей, а продолжать дальше двигаться в русле изменений, и тогда они обязательно закрепятся. Срыв, как бы, то есть здесь важно не действовать по принципу, что называется, сгорел сарай, гори и хата. Это плохая идея. В общем, мы мотивируем пациента, если он на этапе активных усилий. И далее. Я думаю, что далее у нас будет перерыв, а потом у нас будут практические отработки. Прежде чем вы ушли, вот что я хотел сказать. Прямой совет и короткая интервенция, это, в общем-то, техника, которая была описана, и лично я их позаимствовал из методички Александра Николаевича Еричева про то, как врачам общаться с пациентами о проблеме курения. Это методичка про никотин, вы ее также найдете в приложенной литературе. Ну, просто надо же сослаться на человека. Очень хорошая методичка. Рекомендую к прочтению. Спасибо Александру Николаевичу. Супер. Настя? Спасибо. У меня скорее вопрос к Жене. Так, слушаю. Очень часто клиенты, когда приходят, я понимаю, что там есть еще много техник, помимо первой, к которой я сейчас прицеплюсь, но очень часто клиенты приходят, и когда ты им говоришь про самонаграды, ну, понятно, они удивляются, типа, да как я могу себя награждать, я же ничтожество, но после этого до них доходят, что они вообще-то могут, и потом у них приходит вторая не менее потрясающая мысль, что, но я же могу себя награждать и просто так, то есть я же могу по сути, ну, то есть ты им говоришь, допустим, вы сходите в зал и, например, там получите звездочку. Он такой, ну, эти же наклейки будут у меня, у меня же будет весь пак этих звездочек. Что за самообман? Вот как с таким, может быть, с такой, с таким аргументом, с таким контраргументом против техники вообще-то работать, или ты просто переходишь, скипаешь такой, ай, ну и ладно, давайте с другие техники. Да, окей, я крайне редко встречался с таким, честно говоря, когда клиенты такие, ты, я ж умня. Правда, крайне редко такое встречался, обычно клиенты как-то понимают, но тут, наверное, решение довольно простое, отдай жетоны другому человеку, отдай право подкреплять тебя другому, стороннему наблюдателю, и думаю, что это хорошо сработает. Мне кажется так. Хитро. Я можно так же Женю дополню? На самом деле, это правда проблема, с которой мы редко встречаемся. Если человек выбирает для себя, если мы выбираем способ какого-то подкрепления себя условный, например, наклейки или галочки в табличке, или еще что-то такое, ну вот условное подкрепление, то это само по себе, ну то есть, в общем, даже сам факт того, что у человека весь там пакет этих наклеек, но он берет одну и наклеивает ее на листик, на котором у него отмечены вот эти вот таблички, это само по себе носит позитивный характер, и это само подкрепляет. И если у пациента, возможно, такие проблемы, то мы ему скажем, так, окей, в таком случае наклеивайте наклейки или ставьте галочки, только если вы это заслужили. Давайте мы с вами, ну, об этом договоримся. Вот. Кроме этого, если мы выбираем инструменты подкрепления, какие-то, например, такие, ну, более предметные, то мы предлагаем выбрать что-то, что в большей степени является недоступным. Ну, например, там, вкусная еда, скорее всего, будет плохим подкреплением, потому что, там, вкусная еда себя за то, что награждать себя вкусной едой за что-то, что я хорошее сделал, ну, я, в общем-то, и так могу вкусно поесть, даже когда я в иной раз не пошел на тренировку. А вот я приведу здесь свой пример. Я очень долго ждал игру, одну компьютерную, Cyberpunk 2077. И когда она уже лежала у меня в столе, я себе придумал, ага, сначала, вот я, вот там, я себя награждал и подкреплял себя галочками за кое-какое поведение целевое, которое я хотел вырабатывать. Сначала я все галочки до конца доставлю, то есть я выработаю у себя желаемую привычку, и только потом я сяду играть в Cyberpunk. И таким образом желанный досуг был для меня прямым вот этим призом, к которому я иду за счет того, что я вырабатываю целевое поведение. Целевое поведение было не забывать выключать плиту. Ну, в общем, на самом деле, выбрать правильный инструмент подкрепления, это сложная штука, мы с тобой в кулуарах потом об этом поговорим. У меня вопрос про контроль над окружением. Деструктивные родители, демотивирующий супруг, как нам их вообще контролировать, удалять жизнь? Я отвечу, ты дополнишь, если что. В общем, на самом деле, в случае, если мы можем хоть как-то повлиять, если это окружение деструктивное, но мы можем хоть как-то с этими людьми договориться, а вообще никак не можем договориться, ну тогда, конечно, хорошо бы тут уже, в общем-то, наверное, работать с психологом. Окей, если ваш деструктивный супруг мешает вам, не знаю, ну, здесь, вы знаете, действительно сложно. Если человек пришел с проблемой, например, то, что он употребляет алкоголь, и его соупотребитель живет с ним в одной квартире, и при этом у них носят, ну, деструктивные отношения носят, их отношения носят какой-то абьюзивный, деструктивный характер. Тут сложно дать простой ответ на такой сложный вопрос. Лучше всего здесь направить человека к психологу или сказать ему, ну, вы знаете, похоже, что ваши отношения очень сильно мешают вам, ну, бросить пить. Вам нужно что-то с этим делать. А, психолог я. А, окей, ну, в таком случае, вот так. Окей, что с этим делать? Ну, если говорить такие общие моменты, которые человек все-таки может сделать, первое, это все-таки попробовать договориться с человеком. Что, вот, вот, не, ну, как бы, не склоняй меня к этому, не подталкивай меня, не употребляй со мной алкоголь, не приноси алкоголь домой, допустим. Это первое. Второе. Что-то еще хотел такое упомянуть. Второе, это составление себе копинг-карточек. Например, если вы позвонили своей маме, рассказали о том, что вы вот уже третий день, не знаю, не курите, а ваша мама скажет, а, все равно сорветесь, у вас от этого очень испортилось настроение, вот на этот случай хорошо бы предварительно составить с психологом себе какое-то напоминание, почему мама не права, почему вот такое эмоциональное грубое воздействие мамы, ну, не знаю, оно, в общем, как-то что-то, что мы можем сделать, чтобы нивелировать это воздействие. Копинг-карточки. Далее мы также можем развивать у пациента самоэффективность. То есть, например, окей, если вы в какой-то момент после чьих-то слов начинаете думать о том, что у вас ничего не получается, давайте мы с вами сейчас составим список проектов дел, которые у вас в жизни получились, и вы, вспоминая об этом, чувствуете себя круто и чувствуете себя красавчиком. Вот, пожалуйста, вспоминайте об этом, когда думаете, что у вас ничего не получается. Ну, фактически это примерно то же самое, как и копинг-карточка. Также помогающие отношения могут быть ответом на этот вопрос. Если человек подвергся какому-то негативному воздействию условного абьюзера, то пусть он после этого позвонит человеку, который на него позитивно влияет, который его поддержит, и скажет ему, что на самом деле все в порядке, у тебя все получится. Ну, в общем, вопрос на самом деле сложный. Это правда иногда бывает большой, очень большой проблемой. И, ну, короче, сложно. Жень, дополнишь что-нибудь? Спасибо. Я немного дополню. Я, как обычно, я работаю, так как вопрос общий, поэтому я общий так и отвечу, что я довольно радикально предлагаю в таких случаях действовать. Это, ну, если родственники или мужья, жены мешают, то, собственно, нужно их ставить в неудобное положение. В смысле, что мы готовим, обычно с клиентами, очень развернутое такое сообщение, что послушай, послушай те, да, или послушай там мама, послушай там муж, послушай жена, послушай отец. Кстати, чаще, часто очень отец фигурирует. Вот, потому что психология-то ваше, это. Это наша психология, да. Вот, ну, короче. На завод иди работай. Да, баловство все это. В общем, мы действительно такое развернутое сообщение составляем о том, что послушай, пожалуйста, то есть открытое, да. Послушай, пожалуйста, меня. Я сейчас планирую делать то-то и то-то, отказываться от того-то, от того-то, потому что для меня это очень важно. И вот свою мотивацию мы развернуто сообщаем. Вот, это очень важно для меня. В связи с этим я прошу тебя не делать вот этого, вот этого, а делать это, это. Если я тебе буду бесконечно благодарен, если ты будешь помогать мне на этом пути, но если ты будешь мне мешать на этом пути, я буду вынужден гораздо меньше общаться с тобой. Вот. И там буквально, как, знаете, звездочки в GTA. Типа одна звездочка заработана родственником. Это типа там я неделю с тобой не общаюсь там или там игнорирую тебя и так далее. Ну и так далее. Чем больше нарушений, да, ваших границ, тем больше разрыв вот этих отношений. И это буквально вот это вот, что будет, если ты будешь мне мешать, мы максимально прописываем. И предлагаем вот, и довольно часто это срабатывает. Ну потому что родственники, они могут, конечно, там посмеяться что-то и так далее, но если они увидят ваш, обычно это заканчивается одной звездочкой нарушений. Там несколько раз саботируют, что-то скажут не то, там испортят настроение. И чаще всего вот этот первый такой уровень отстаивания границ, его достаточно, что слушай, я просто кладу сейчас трубку. Я больше не буду сейчас с тобой разговаривать. Поговорим потом. И вот если ты предупредил человека, что ты будешь делать, и после этого ты следуешь своим договоренностям, предупреждением, то обычно это очень хорошо работает на родственников. Потому что они знают, почему для тебя это важно, они ведут твои серьезные намерения. И если они хорошо к тебе относятся, то они будут тебе как минимум помогать, как максимум не мешать. Короче, я перепутал, но понятно. Но если мы видим, что близкий человек намеренно знает, что для тебя это плохо, и он намеренно это делает, зачем продолжать общаться тогда с таким близким человеком. Может, он уже давно не близкий, а соединяет только родственные связи, и все. Вот у меня так обычно. Супер, спасибо большое за это. Спасибо за вопрос, Евгения. Хотелось бы продолжить фабулу первого вопроса. Если человек в процессе размышления над наградой понимает, что само нежелательное поведение является для него своего рода наградой. Можем ли мы как-то что-то сделать в такой ситуации? Очень хороший вопрос. И в таком случае следует в первую очередь работать с мотивацией. Жень, можно ответить? Собственно, у человека, как мы видим, человек по всей видимости на стадии обдумывания. Есть мотивы, существенные мотивы, подталкивающие его к проблемному поведению. Окей, в таком случае мы будем и дальше продолжать взвешивать краткосрочные и долгосрочные последствия этого поведения. Если, окей, курение вообще-то действительно очень приятно и эстетично, и вообще, блин, классно. А давайте тогда подумаем о том, какие есть причины, почему этого делать не стоит. Ну, наверняка же мы не просто так здесь собрались. И рассуждение о... Ну, то есть мы, во-первых, признаем за условным курением или за алкоголем то, что это вообще-то круто и весело. Отдаем ему должное. Но при этом мы продолжаем искать мотивацию, почему от этого стоит отказаться. Задумываемся о долгосрочных последствиях. И здесь, кстати говоря, есть очень хорошая техника, которую я позаимствовал на семинаре по зависимостям всего того же Александра Николаевича. Техника называется продолжение образа. Когда я задумываюсь о том, как весело мне будет, не знаю, вот это что-то, что я с собой делаю, всякий раз, когда я думаю о том, как я сидя на заборе вечерочком, скручиваю табачок и такой... и сладко, и смачно его выдыхаю, вот когда меня посещает вот этот приятный образ, я в этот же момент напоминаю себе про те случаи, когда я поднимаюсь на пятый этаж и такой... Окей, я это сделал. Или когда я на тренировке умираю, или когда я добежал до автобуса и стою потный и думаю, как мне не свалиться. В общем, когда я напоминаю себе какие-то неприятные образы долгосрочных последствий своего вот этого сиюминутно приятного поведения, то это помогает мне, скажем так, испытать боль еще до того, как она наступила, и это влияет на мою мотивацию. В плане того, чтобы отказаться от чего-то проблемного, хоть и приятного. Спасибо. Я обычно в своей практике применяю функциональный анализ. То есть мы прямо буквально прописываем, какую функцию несет вот это проблемное поведение. То есть оно подкрепляет. И, соответственно, мы ищем варианты, как еще можно себя подкрепить. Типа, если ты там режешь вены, и после этого ты получаешь миллиард заботы, внимания и так далее, окей, это работает. Краткосрочно работает, долгосрочно может быть опасно. Но что мы еще с тобой можем сделать, чтобы ты могла привлекать внимание и заботу другими способами. И мы, как, собственно, диалектика бихверальной терапии, тренируем другие навыки для того, чтобы получать эту заботу, получать те же самые ништяки, как и в случае проблемного поведения. Вот обычно так работает. Да, у меня вопрос про отслеживание прогресса. Ваши примеры там были про, сколько, 42, по-моему, недели спорта, 226, если не ошибаюсь, дней без курения. И при этом вы говорили, и это понятно, про то, что срывы, это естественно. И вот здесь у меня вопрос, что мы делаем, ну вот, допустим, ты, Жень, там, не знаю, пропустил одну неделю тренировок. У тебя там обнуляется вот это вот, как мы договариваемся по поводу этого, и как с этими галочками. Вот я ставила 220 дней, а тут, блин, на 221 закурила, допустим. У меня ноль теперь дней без курения, или у меня 220 дней без курения, и один небольшой срыв, и мы, типа, идем дальше. Ну, в общем, у меня вполне это, был запланированный, ну, это не срыв, это такой перерыв был. Месяц я не занимался, уехал в Сочи, отдыхал, в этот момент я катался на лыжах, и, типа, я не обнулил, в общем, и я не вижу смысла обнулять. Вот, можно прям договориться, типа, ты обнуляешь, если ты вам не ходил полгода. Вот, неделя, пофиг, две недели, месяц, пофиг. Главное, самая твоя главная задача вернуться и продолжать. Можно с собой даже договориться, типа, ты продолжаешь просто считать, или ты оставляешь этот перерыв, ну, как бы, там, в трекере. Я совершенно точно за то, чтобы не прерывать эту линию. Да, и я в этом смысле Женю поддерживаю, потому что я должен сознаться. Один срыв у меня был за эти 266 дней. Это было в ноябре, это было под воздействием стресса, и мне было очень непросто, и я выкурил сигарету. Но это был единственный срыв, начиная с сентября, вплоть до сегодняшнего дня. Что, на мой взгляд, ну, это, конечно, можно это оспорить, но мне думается, что вот я считаю, что у меня 260 или сколько там, ну, в общем, 200 сколько-то там дней без курения. И таким образом думать о своем курении, точнее, о своем отказе, это более эффективно, чем если бы я начал считать с ноября. Возможно, я, конечно же, не знаю, кого-то здесь обманываю. Ну, что ж, я... Ну, окей, возьму грех на душу. Здравствуйте, коллеги, спасибо большое. У меня такой вопрос. Есть пациентка с пограничным расстройством личности. Ее решение, ее проблемы напрямую влияет на результат наших с ней консультаций. На все вами сказаны аргументы, мотивации, она мне говорит, нет, я все знаю, ничего, ничего мне не поможет. Может быть, есть какие-то особенности мотивации таких пациентов с такими заболеваниями? Это очень сложно. И я правильно понимаю, вы сказали, что ее проблема, она напрямую влияет на собственное консультирование. Ну, у нее есть проблема, которую, если она решит, и, собственно, наши с ней консультации тоже приведут к определенному результату. Потому что эффективности моего лечения мешает та проблема, которая у нее есть. Ага. Ну, вообще, и здесь, на самом деле, на этот вопрос есть несколько ответов. Если так посмотреть чуть более шире, так, знаете, общими мазками, то крайне рекомендовано направлять людей с проел на тренинг навыков DBT. Вы наверняка об этом наслышаны. Это, по сути, увеличивает интенсивность самой терапии. То есть пациент не только, клиент не только раз в неделю общается с психологом частно, он еще и ходит, он еще раз в неделю на три часа ходит в группу навыков, где он осваивает разные навыки эмоциональной регуляции, где он в среде таких же, как он, людей с такими же похожими проблемами, обсуждает, почему, например, не стоит резаться. Почему стоит попрактиковать ныряние в тазик вместо того, чтобы кричать на близкого. И это, на самом деле, это, конечно, резко увеличивает ресурсы, которые тратит пациент, клиент на терапию, но это того стоит. И иногда такое серьезное расстройство, как пограничное, как ПРЛ, например, оно действительно требует более интенсивной терапии и такой, как тренинг навыков. Помимо этого, опять же, мы сейчас чуть-чуть убегаем в русло ДБТ терапии, есть, также практикуется такая вещь, как коучинговые звонки. Например, если мой клиент спрэл, скорее всего, моя клиентка спрэл, с проблемами, допустим, с риском самоповредиться или с риском, вот я вот-вот сейчас начну употреблять наркотики, и мы договариваемся, что человек в этой ситуации мне звонит, мы обсуждаем, отдельно оговариваем такую возможность, у нас буквально краткая, бесплатная, 15-минутная консультация по телефону, я помогаю человеку вспомнить какие-то навыки, которые он освоил на тренинге, и довожу до того, чтобы он их использовал, попрактиковал, добиваюсь того, чтобы его состояние относительно нормализовалось, и таким образом человек, ну, например, воздерживается от самоповреждения или от употребления. Кроме этого, есть такое широкое понятие в DBT терапии, называется поведение препятствующей терапии. Если какое-то поведение клиента, какая-то проблема пациента напрямую влияет на качество терапии, например, его склонность опаздывать или склонность приходить пьяным на сессии, в общем-то, мешает самой терапии, то это первое поведение мишень, над которой нам нужно работать, и нам нужно говорить, так, стоп, мы сейчас не можем обсуждать проблемы конфликтов с близкими, мы должны сначала обсудить ту проблему, что вы вот уже там в третий раз на полчаса опаздываете на сессию. Это поведение, которое препятствует нашей терапии, мы не можем, не устранив это поведение, двигаться дальше. Что еще тут, думаешь, стоит добавить, Жень? А я тоже не очень понял, но я примерно ответил на него. Есть возможность чуть-чуть подробнее о такой проблеме. Есть пациентка с хеликобактерным гастритом, и ее заболевание препятствует всасыванию железа, и мы не можем с ней решить вопрос с аномией. Но она категорически отказывается от лечения гастрита, потому что говорит, что я уже была у гастроэнтеролога, и как бы все, он мне ничего не назначил, или то, что он мне назначил, мне не помогает, но там тоже вопрос приверженности терапии, конечно. Но, в общем, ничего она не хочет делать, и мне, соответственно, ей тоже не помочь. Ну, мне кажется, что здесь… А от внутривенных она отказывается категорически, если пойти таким путем, как вариант, например. Что ты думаешь, Жень? Что ты мне с ней делать? Ну, она приходит постоянно и хочет помощи, хочет решить вопрос с аномией. Она отказывается от внутривенного. Ну, мне хочется ей помочь. Ну, смысл с ней работать – это отлично. Ну, я все-таки думаю, что здесь… Ну, я так не могу сделать. Ну, меня такой подход не устраивает. Ну, поэтому… А? Она наблюдается со своим заболеванием у психотерапевта. Позвольте, коллеги… Конечно. Это было первое. Я немножко отвечу, да. Тут скорее важно говорить… Вот, Антон, много всего сказал. Я бы особое внимание обратил на поведение препятствующей терапии. То есть прямо обратную связь давать, что… Я хочу поговорить с вами о том, что то, что вы говорите, и вы отказываетесь, как это влияет на нашу с вами работу. Вот. И к этому постоянно возвращаться, и тем самым… То есть кажется, пациентка, да, вот в этом вопросе, она как раз на стадии предобдумывания. У нее мотивация не сформированная, и все усилия как раз на это нужно направлять. Что для этого можно сделать? это как раз таки говорить о том, что, да, к чему это может привести. То есть вот Антон говорил, да, эти прямые советы, да. И… А, вот, вот, наверное, пока отвечал, думал еще параллельно. Я бы тут вот как рассуждал, если бы это моя пациентка была или мой родственник был. Я говорил бы про то, что это некоторое… Каждый раз, когда я даю совет какой-то, обращая на это внимание, это я сажу такой росточек, такое семечко кладу, и оно когда-нибудь взрастет. Но моя задача, так как мотивация не сформирована еще, типа вот посадил и поливать, поливать регулярно. И когда-нибудь потом… Это обычно касается родственных отношений. Изменения произойдут там через годы. Вот. И в случае работы с ПРЛ это нормальный срок. Вот я бы так. Супер, спасибо большое. Не отчаиваться, мне очень симпатизирует ваш подход, да, не бросать пациента и так далее. Это очень круто. И не надеяться, да, не рассматривать краткосрочные результаты вашей работы. Большая вероятность, что если вы не сдадитесь, если клиентка будет продолжать ходить, то настойчивые, да, вот ваши такие действия, напоминания, обсуждения этого вопроса, они все-таки сформируют когда-нибудь мотивацию, вот, и результаты вы увидите потом. Вот. Могу привести пример, что с одной из пациенток с ПРЛ мы где-то сессии 5 посвятили тому, ну это 2 месяца примерно, да, мы говорили о том, что все-таки стоит пойти до психиатра и назначить антидепрессанты, и начать их применять, потому что я не мог в своей терапии двигаться дальше, в своей работе, и я сосредоточил усилия исключительно о этом. Пациентка хотела всячески это скиптить, она раздражалась очень сильно и так далее. Моя задача была на этом концентрироваться, потому что моя работа не шла дальше. Вот. Точнее, я думал, что я делаю правильно, но наша работа не шла, я вернулся к этому вопросу, типа, а до психиатра-то дошла? Она говорит, да, я там почитала что-то так, эти антидепрессанты, это такое сомнительное мероприятие, поэтому, ну и вот, вот как-то так, надеюсь, ответил. Да, супер, спасибо большое. Спасибо. Я очень часто возвращаюсь к самому клиенту и проговариваю такой момент, что окей, ну просто у меня тоже есть клиенты, которые прям скипают или саботируют даже те техники, которые я им предлагаю. Очень часто ОКР клиенты, то есть для которых очень тяжелые экспозиции, и я проговариваю вслух, что знаете, то, что я вам предлагаю, это все, что у меня есть, то есть это все, с чем я могу вам помочь. Вот я вам предлагаю, например, вот если к вашему примеру обратиться, я вам предлагаю пролечить хеликобактер, чтобы улучшить всасываемость железа, да, в, ну, перорально, да, принимая. Я вам предлагаю внутривенные инъекции, да, там, не знаю, в какого-нибудь фолибера, не знаю. Что-то на умном начало. Извините, да, извините, извините. Нет, все, ну, неважно, да. И ферритина, да, и ферринжека, хорошо. И, а вы отказываетесь, да. К сожалению, это весь арсенал, в который я вообще-то могу, то есть, если бы я могла просто к вам прикоснуться, у вас бы улучшилось ваше дело с аниме, я бы, ну, сто процентов бы я этим воспользовалась, я хочу вам помочь, искренне хочу. Поэтому я вкладываюсь, да, поэтому мы с вами столько разговариваем. разговариваем, но помимо этих техник, я больше ничего не могу вам дать. Как вам кажется, а чем вы хотите, да, как вы хотите видеть мою помощь? То есть, а как вы думаете, а как я могу-то вообще-то вам помочь, если вот не этим и не этим? Потому что очень часто вот в этом моменте, когда она говорит, мне ничего не поможет, она продолжает ходить, очень часто не прояснены ожидания клиента от терапии, да, или, ну, от фарматерапии, да, фармакотерапии, и они думают, что есть какое-то волшебство или какой-то прям механизм, по которому, ну, реально пальцем прикоснулся, и я излечился от анемии. И это очень важно проговорить, что, окей, а как конкретно, вот вы, я прикоснусь к вам пальцем, да, что конкретно произойдет? То есть, прям разложить ее представление, прям не отказываться от него, да, ну, допустим, да, я прикоснусь к вам пальцем, можно даже проверить, да, прям поведенческий эксперимент. А как вам кажется, а что дальше будет происходить? То есть, прям вот, будет какое-то выделение, какой-то секрет со из моего пальца, да, то есть, через вашу кожу, ну, то есть, прям, прям очень-очень-очень конкретно, да, дальше это пойдет, там, до депо железа, да, оно будет как-то повышаться, как вы это себе представляете? И вот здесь очень классно ловится искажение клиента, который очень часто говорит, ну, я не знаю, ну, должна быть какая-то магия, да, щелк, и как бы я излечился. То есть, да, вот это прояснение, да, а как вообще-то, да, должна выглядеть моя помощь, на ваш взгляд, да, может как раз-таки повысить комплайенс, да, повысить, по сути, осознанность клиента к терапии. Ну, а я ничего там не подрежу, путем, вот таких вот. Все, спасибо большое. Друзья, остались ли вопросы у кого-нибудь? Да, здравствуйте. Я вот буквально вчера, у меня была пациентка, в общем, молодая достаточно, там, ожирение, давление, уже дислепидемия, как у бабушки 60 лет примерно. И мы с ней говорили о том, что, в принципе, в течение трех месяцев она может подкорректировать, там, питание, больше, там, физической активности, да, какой-то дать, и, возможно, ли педаграмма там изменится ее, вот. И в дальнейшем, я говорю, что, если это никак не повлияет, начнем уже с статины, если там особенно есть поражение органов мишеней, там, ну, не суть, короче, ладно. И она говорит, окей, давайте мне сразу таблетки, давайте сразу начнем со статинов. Я, типа, как бы, хочу есть свой майонез, хочу лежать на диване, там, и ничего не делать. То есть, как бы, как вот в этом, да, как тут быть, то есть человек уже готов сразу, в принципе, какой-то вот прибегнуть таблетке волшебству, но не до конца, как бы, понимает, что надо бы начать с образа жизни. Но при этом я ей достаточно доходчиво объяснил все, в принципе, она, как бы, да, все понимает, не давил, но как-то вот все равно не получилось, короче. Мне-то вообще кажется то, что это вполне нормально предложить несколько вариантов, да, потому что в партнерской модели взаимодействия с пациентом мы можем дать варианты решения проблемы, а пациент может выбрать тот, который больше ему по душе. Ну, действительно, может быть, для человека майонез и жирная пища являются очень большой ценностью, от которой не готов отказаться. В таком случае прием статинов точно будет гораздо лучше, чем отсутствие их. Как бы ей закинуть вот эту мотивацию насчет изменения образа жизни, то есть можно же как-то добраться до этого, чтобы она такая, ага, блин, я поменяю образ жизни и все будет классно. Как невролог я могу здесь немного поделиться личным опытом, потому что в неврологии 90% это образ жизни. Ну, в частности, там, например, на мигрени. Мы назначаем лечение, и я объясняю пациентам, я вам сейчас дам практически волшебную таблетку, вы там будете ее есть в течение полугода, но если вы дальше не будете спать, если дальше будет вот то, вот то происходить, вы будете использовать все те триггеры, которые вызывали вашу головную боль, в какой-то момент таблетка перестает работать. Месяц вам классно, два месяца вам классно, а потом начинается ухудшение. Я описываю какие-то вещи, которые будут патологические возникать, вот как, например, сахарный диабет у вашей пациентки может развиться, и что толерантность будет снижаться, и через какое-то время и статины перестанут помогать. Мы повысим дозировку, и они перестанут помогать. И тогда вы все равно скатитесь к тому, что образ жизни надо менять. Короче, запугать вы. Да, я практически запугиваю, я просто описываю, как оно будет. Это то, что с ней станет. Через полгода вы все равно ко мне вернетесь, и мы будем разговаривать про образ жизни. Но это ваш выбор. Пожалуйста, давайте начнем со статинов, но потом все равно будем говорить о спорте. Как бы я ответил, в общем-то, мы про это как раз рассказывали, не очень подробно, но это, наверное, вопрос мотивационного интервью. То есть это не только запугивание, не только рассказ о том, что плохого с вами произойдет, но важно еще говорить о том, что хорошего произойдет, и важно все-таки признать, что майонез – это вкусно. Ну, важно это все-таки тоже учесть. Эту ценность для человека, это кайф и так далее. То есть это наслаждение. То есть важно начать с этого. А что вы получаете от того, что не меняете образ жизни? Что вы реально получаете? Давайте с вами обсудим. Не все, конечно, пациенты могут на это пойти, не все готовы это обсуждать, у вас может не хватать времени, но наша лекция, на мой взгляд, была на то и направлена, чтобы, зная вот эти стадии, что если человек не готов еще, то наша основная задача, чтобы вот эту мотивацию раскачать и не жалеть на это времени, потому что это то, что нужно делать сейчас. И, соответственно, мотивационное интервью – это такая сложная штука, но этому, правда, можно научиться и… Я не знаю, что. На статье все холода. Да, да. На статье все холода. Ну, то есть учесть и то, что она сейчас получает, что произойдет, если она откажется, краткосрочной, что произойдет, долгосрочной и так далее. То есть это прямо такой обстоятельный разговор и может быть даже не один. Потому что такое краткое перечисление того, что может произойти плохого, это может не всегда повлиять реально на изменение поведения, о чем мы сегодня говорили. Не знаю. Я хотел, вот буквально, вот сейчас у меня мысль такая появилась. Если времени на это все… Если времени, но нет времени на это обсуждать, проводить интервью, я могу пациенту, допустим, скинуть вот что-то, чтобы он самоинтервью провел? То есть… Я думаю, что, во-первых, на этот случай очень хорошо зайдет книжка Джона Норкроса, которая называется, там, название очень продающее, «Прокачай себя», но это фактически основанное на транс-теорете «Джон Норкросс, прокачай себя». В списке литературы она, наверное, и есть у нас, да? Вот вы найдете ее вот по этому QR-коду, кстати, эту книжку, а не по этому, по-другому, окей. Да, в общем, есть руководство по самоизменениям. Это фактически вот от первого до последнего шага, что нужно делать для того, чтобы изменить свой образ жизни. И я думаю, что здесь можно так поступить. Почти наверняка пациентка так наотрез отказалась от любых идей изменить свой образ жизни. Это в первую очередь наверняка связано с тем, что у нее до этого было множество негативного опыта, неудачных попыток изменить свой образ жизни. И этот опыт, он грузом давит на ее мотивацию в плане вниз. И это нормально, то, что люди, в общем-то, столкнувшись с сотней неудач, не хотят пробовать снова и говорят, давайте мне сразу статины или там что-нибудь там еще в другую волшебную таблетку. Я полагаю, что здесь как раз можно вернуться к технике прямого совета, но только добавить в это определенный элемент эмоциональной поддержки. Что вы знаете, в очередной раз слышать о том, что нужно изменить образ жизни, я представляю, что это может быть непросто и мотивации может быть ноль. Однако, ну, моя обязанность вам посоветовать задуматься об этом. И вы знаете, исследования показывают, что если менять свой образ жизни не с наскоку, а делать это с предварительной подготовкой, с группой поддержки, и делать это по определенному механизму, который вот мы с вами описывали, то это очень сильно повышает шансы на удачу, на успех, даже если у вас до этого была сотня неудач. И фактически дать ей прямой совет вот по нашей вот той конструкции подойти к своему изменению образа жизни с помощью вот этой вот, ну, с помощью вот того же руководства Джона Норкерса, с помощью вот транстеоретической модели, с помощью того же чек-листа. Это может помочь, ну, это правда может помочь. Вот. Создать у нее надежду на возможность улучшений. Тут еще хорошо, наверное, работают какие-нибудь буклеты, рабочие тетради, если есть. Если это клиент или пациент, который часто приходит, частая проблема, то очень желательно у себя там в столе иметь такие буклетики и тут же выдавать, типа знакомьтесь дома с этим. Либо порекомендовать какую-нибудь рабочую тетрадку по этому вопросу. И часто в рабочих тетрадях там есть как раз первые главы, они как раз и посвящены выработке мотивации. Человек самостоятельно может с этим поработать, либо, если пациент готов, да, можно с ним вместе это обсудить. Но для этого самому нужно быть готовым. Вот как так. А я хотела еще идею подкинуть, что, видимо, вы врач, да? Ну, что тут консультир... Ну, да-да-да, понимаю. Что, видимо, вопрос консультирования здесь очень сложен, особенно в условиях недостатка времени. Здесь можно какую-нибудь классную метафору привести по типу, вот у вас там, не знаю, ножевое ранение, вы можете наклеить пластырь и действительно может казаться, что ранения уже нет, но в какой-то момент вы понимаете, что у вас типа рана уже загноилась и пластырь-то вам по сути не помог. И такие, ну да, какие-нибудь такие сравнения, они, возможно, будут более понятны. Вот. Мы просто сейчас как будто бы обсуждаем, что все наши пациенты молодые и здравомыслящие, но не забывайте, что большая часть из них пожилого возраста, если бы они вам там сидят в рейте, ну, холестерине, и уже не так что критично себя оценивают, поэтому вот этот пластырь, этот аргумент, это не будет весомым. А может, вы поделитесь опытом, какой больше аргумент сработает? Исследование, мотивация, контроль анализов, давайте попробуем, не получилось, давайте попробуем что-то еще. Ну, то есть вот тихо и саплив. Да, да, марафон потихоньку. Угу. Есть ли у кого-нибудь еще вопросы? Угу. Так, коллеги, я думаю, что, да, спасибо вам за вопросы, очень-очень большое спасибо, крутые вопросы. Я думаю, что все-таки мы остановимся сегодня на плане минимум, вот, потому что время уже за два часа перевалило, вот, а план максимум, отработка навыков, если будет запрос с вашей стороны, мы с Антоном готовы подготовиться, всякие, как раз, и вместе с вами потренировать эти навыки. в общем, вот, а на сегодня, наверное, закончим, и мы уже удовольствие получили. Ну что, я думаю, сегодня все отлично получилось. Спасибо, друзья. Вот, было очень содержательно, интересно, и я думаю, что скоро мы будем использовать и прямые советы, и короткие интервенции. Ура! 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 Продолжение следует...